Привет, друзья! Сегодня у нас срочно в номер, но не настолько быстро, чтобы этим можно было воспользоваться. Sega выпустила в американском PSN очень интересную демо-версию грядущей японской GTA на максималках Yakuza 6. Чем интересную? Ну, во-первых, своим весом в 36 гигабайт, что уже наводит на странные мысли. А во-вторых, ожидаемо тем, что демку достаточно быстро убрали из PSN, потому что смекалистый народ понял. Sega поленились делать демо-версию и выложили сразу полную игру, всего лишь ограничив ее функционал. В своем официальном твиттере Yakuza Game разработчики признаются, что демо убрали именно по этой причине и обещают решить проблему. Утечки в цифровом мире 21 века происходят с некой периодичностью. То кино с недоделанными спецэффектами украдут и на торренты выложат, то новые игры в сервисах сливают. И, говоря сугубо об играх, сотрудники Sony иной раз виноваты в этом не меньше любителей легкой наживы. Чего только стоит недавняя история с NEC 2, которую явно по ошибке персонала можно было в день выхода скачать абсолютно бесплатно наряду с демонстрационной версией в PSN. Проблему пофиксили за несколько часов, но слух о халяве успел разлететься по интернетам и многие игроки успели получить новинку бесплатно. Интересно, кто в итоге оплачивал этот банкет и полетели ли головы? Однако ходит слух, что это мог быть своеобразный рекламный ход для привлечения внимания общественности к не очень популярному тайтлу. Но тут ситуация немного другая. В трех регионах, Европе, Японии и Америке, вышли три разные демо-версии Yakutsu 6. Разные с точки зрения кода. Лишь американские игроки стали постить в Twitter и на Reddit сообщения со скриншотами из третьей главы симулятора мафии Страны Восходящего Солнца, хотя везде предварительная версия ограничивалась главой первой. Как и кто расковырял демку из PSN USA, заставив ее работать как полную игру, неизвестно. Точного рецепта обхода ограничений я так и не нагуглил. И нет, я искал их не потому, что у меня есть американская демка и я сам хотел вкусить халявы. К таким штукам нужно относиться аккуратно. Если 1100 человек вместо того, чтобы купить игру, тупо ее качнут, и так переживающая не самый лучший период своей жизни Sega вообще к херам загнется. И эта Yakutsu может стать последней. Мною тупо двигал интерес. Какой на PS4 может быть эксплойт? Кто-то пишет, что просто играл, играл, а демка все не заканчивалась. Кто-то, что все главы открылись после оформления предзаказа на полную версию. Во втором случае проблема лишь в том, что игроки получили доступ на целый месяц раньше запланированного. То есть вообще не проблема. Но факт остается фактом. Уважаемые господа из Sega of America знатненько так обосрались. Судя по всему, разработчики пошли на такой странный способ дистрибуции для того, чтобы играющий мог спокойно перенести свой прогресс и ачивки в полную игру, а не начинать прохождение с нуля. Начинание приятное, но по голове за случившийся косяк кто-то точно получит. Схема чем-то напоминает принцип, по которому в 80-х и 90-х распространялось большинство шер-вэр, софта и игр. Но тогда это было логичным решением. Банально невыгодно по несколько раз отправлять почтой сначала урезанную, а потом полную версию игры. Намного проще было сделать ограничение. Оно снималось после ввода лицензионного ключа, который высылался заказчику после оплаты. Некоторые пекари даже ковырялись в коде игры в поисках данных, похожих на ключи активации, и пробовали обойти защиту перебором всего похожего, и иногда даже получалось. Но это уже совсем единичные случаи. Еще можно провести аналогию с демо-версиями на дисках к журналам, как это было 10-15 лет назад. Так, например, один из немецких игровых журналов как-то слил полную версию игры Rise of the Robots. Видимо, поиграли сами и даже не подумали, что в полной версии может быть только один играбельный персонаж. Или K-Offline Squadron для Sega CD, демка которой была в третьем номере английского журнала Sega Pro CD. В теории, в этой версии ты мог поиграть только в первый уровень игры, после чего демо заканчивалось. Но никто не мешал ввести в меню код на выбор уровня и спокойно рубиться и во все остальные. Говорят, что при помощи взломщика кодов можно было сделать полную версию Crash Bash из демки, шедшей с журналом Official PlayStation. Бывало, когда демо-версии ограничивали временным лимитом. Это могли быть как уже полностью готовые продукты, просто залоченные таймером, как, например, Postal 2, поковырявшись в консоли которого можно было спокойно отключить ограничения по времени и бесплатно ссать на прохожих в свое удовольствие. Так и действительно демо-версии, в которых отведенного времени хватало как раз, чтобы посмотреть на уже готовую часть. В последних таймеры тоже отключали и изучали даже не полностью готовую карту вдоль и поперек. В общем, раньше такое встречалось достаточно часто, но без интернета проходило тихо и никак не влияло ни на репутацию компании, ни на продажу финального продукта. Здесь же ситуация намного неприятнее, и такого прокола именно по вине разработчика лично я не видел давненько. Последнее, что приходит на ум, Shadow Complex 2009 с Xbox 360, где можно было после победы над Пауком люто клацать на старт, пока не появилось сообщение об окончании пробной версии, после чего нажать загрузить последнюю точку сохранения и преспокойно играть дальше, хоть до самого конца. Правда, увы, без сохранений. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Пишите свое мнение о таких случаях в комментариях, и не забывайте надавить на большой палец вверх под роликом, если он вам понравился. С вами, как всегда, был Виктор Карасев. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok